Всем привет и добро пожаловать на второй урок моего курса рисования в фотошопе. Если вы новичок и не смотрели первого урока, то я вам гарантирую, что вы ни хрена не поймете. Так что идите и смотрите первый урок. Пока мы не начали, я хочу сказать следующее. Ребята, я видела, как вы перерисовываете картинку из прошлого видоса. Камон, перестаньте это делать. Изменить цвет волос и бровей – нехудожественное воровство. Думайте своей головой в процессе рисования. Используйте полученные знания, но не воруйте. Сегодня на повестке дня контур и поиск ответа на вопрос, как сделать классно и быстро. Начинаем всегда со скетча на отдельном слое. Скетч удобно рисовать кистью, которая реагирует на силу нажатия. Если вы не знаете, как настраивать кисти в фотошопе, то выключайте нахрен видео и ищите эту информацию в интернете. Это, блин, базовые знания. Когда на новом слое готов скетч, я делаю его прозрачным и создаю новый слой с чистовым контуром. Линия может быть тонкой, толстой, гладкой, текстуристой, плотной или прозрачной. Как хотите, это не главное. Главное – чувствовать, как ее вести. Не знаю, откуда берется это чувство, поэтому не спрашивайте меня об этом. Когда слой с контуром готов, под ним я создаю еще слои для цвета, как в прошлом уроке. Для каждого цвета отдельный, чтобы контролировать цвет. Мы не будем заострять на этом внимание, потому что в прошлом уроке я сказала все, что нужно об этом знать. Еще я пытаюсь определиться с фоном на отдельном слое. На этом этапе нужно определиться с источником цвета, и я решаю, что фигура чувака стоит против света. Это очень облегчает задачу покраса и снимает необходимость расставлять свет на лице и волосах. Так как все находится в тени, нужно вносить какое-то цветовое разнообразие, я полагаю. Я хватаю три слоя с волосами кожи и одеждой, копирую их и сливаю в один слой, для того, чтобы сделать для этого слоя обтравочную маску с градиентом. Про обтравочные маски все есть в прошлом уроке. Цветовой градиент с правильным режимом наложения и прозрачностью помогает и цветовой вариативности рисунку добавить, и как будто обозначить пространство и свет. Хрен знает, как это объяснить, вроде мало что меняется, но глаз потом смотрит на это все и радуется, а мозг понять не может, что за прикол такой сложный и почему простая картинка такая приятная. После того, как сделан градиент и выбран режим наложения, я создаю еще одну обтравочную маску для легких теней, потому что без них совсем не обойтись. Я добавляю рандомных теней на лицо, потому что я не знаю анатомии и вообще немного туповато. Экспериментируйте с этим дерьмом. Еще одна маска для румянца легкого и каких-то акцентов. Еще по одной маске для волос и одежды, чтобы добавить цвета. Лол. Надеюсь, понятно. Потом я подкручиваю у отдельных слоев насыщенность и цветовой тон. Об этом тоже есть подробно в прошлом уроке. Теперь время разобраться с фоном. Я вот решила, что это будет закатное облачное небо. Я рисую облака, которые я где-то когда-то подсмотрела. Сейчас не помню где. Так работает ваша визуальная библиотека. Вы закачиваете в нее много разного путем просмотра красивых картинок или мультиков и анализа увиденного. А потом, как результат, что-то интересное внезапно всплывает в ваших работах. Вот так воруют художники. Учитесь! Я добавляю градиент на небо и еще раз подкручиваю цвета. И в самом конце для контура я создаю отдельную обтравочную маску. Это смотрится очень выгодно. При бодром старте на такую картинку уходит минут 30. Смотрится просто и приятно за счет незамысловатости линий и гармонии цвета. Экспериментируйте с кистями, слоями и режимами их наложения. Настраивайте кисти под себя, а не очкуйте экспериментировать. Так или иначе, весь прикол и вся сложность рисования сводятся к незнанию куда и как увести кисть или линию. Откуда взять это знание? Нужно продать дьяволу душу, конечно же. Если вы все правильно сделали, то через 30 минут вы получаете картинку с приятным цветом и довольно сносным контуром. На сегодня все. Используйте полученные знания с умом. Не перегружайте картинку лишними деталями и больше думайте о цвете и форме, чем о лишних закорючках. Удачи в этом дерьме и пока! Писька!